Если бы армянская сторона прислушалась бы к моим словам, то не было бы настолько унизительным и болезненным их поражение, и не было бы столько жертв. Более того, армянская сторона в лице премьер-министра также не прислушалась и к словам президента Путина. И я об этом могу сказать, потому что он об этом уже сказал сам лично, что во время войны неоднократно мы были в контакте, и должен сказать, что у нас, естественно, с премьер-министром Армении прямого контакта не было и нет, но через президента Путина мы как бы передавали друг другу разные месседжи. И мне известно, и президент России об этом говорил, что и к его словам армянский премьер-министр не прислушался и тем самым усугубил ситуацию до такой степени, что вынужден был подписать акт о капитуляции где-то в какой-то темной комнате. Если вы помните, даже и его не было на церемонии подписания. Поэтому тут все будет зависеть от того, какую политику выберет армянское руководство и армянская власть. Наша политика однозначно и во время войны, и после войны, я ее четко формулирую, и сегодня говорю, что мы нацелены на мир. Нам война не была нужна, это была вынужденная мера, и эта мера оказалась эффективней всех многолетних, 30-летних, бесполезных переговоров. Спасибо. Спасибо.